Так вот, сегодня обзор на Султана Сулеймана будем делать. Это вот вторая книга. Первая у меня вот такая вот Чингисхан. Еще из Черчилля, но я не дошел до него. И вот эта вот Султана Сулеймана. Достаточно такая тоненькая. Но я за два вечера ее осилил. Чингисхана за один, а эта за два. Вот, тоже очень крутые шрифты. Вот здесь вот так утоплено получается мечеть нарисована. Классная такая анимация. Очень красиво прям картинки ты читаешь. Ну смотришь и думаешь, блин, как круто. Вот эти цвета все. Классно. Вот этот комикс, ну не знаю, на пару вечеров, наверное, хватит. Можно за один вечер почитать. И здесь вот сразу начинается Османская империя. Стреляют пушки. Захват. И когда читаешь, вот Султан Сулейман. Сейчас расскажу. Вот тут очень красивые картинки. Не знаю, похоже на какой-то Аладдин, Принц Перси или там игра как-то Десперадос. Вот он заходит в шатер, например. Здесь свет падает вот в шатре, если будет видно, да. Напали там на сына. Вот идет война, и он выходит из шатрату, когда его придушили. В общем, очень интересно. И я уже нас прошел. Ну она смотрела сериал. Великолепный век. И как раз я говорю, о, а вот это вот так, а вот это вот так. Он говорит, да-да-да, это тоже там было. То есть здесь, в принципе, параллельно с историческими событиями. На самом деле, кстати, в самом конце, вот здесь, я сейчас скажу, тут написано, что все, короче, картинки подлинные, даже как они там выглядели и так далее. Плюс здесь куча всего изучили всякой биографии. Сейчас начну обзор, наверное, с конца. Тут показывается в конце уже описание. Вот Хюрам Султан, мечеть реально. И здесь описывается, что вот миниатюры, как они выглядели, что вот здесь вот он нападает, и солдаты сбегают. Реально картина это все. И описывается, что все сюжетные линии, все сюжетные арки, это все реально так и было. Диалоги на 80% это все с летописи, с их книг все взято. И они там какие-то пробелы довоссоздали, чтобы так же вот они общались, чтобы все в тот же контекст вкладывалось. Размеры империи здесь показываются. Вот, Османская, вот, Сулеймана великолепный. То есть здесь как раз идет такая историческая сводка про Султана. В общем, очень круто. И ты когда смотришь, здесь идет, например, война, его военные походы. Вот они входят в город. Здесь вот так, как будто смотришь, типа 2D. А потом, когда вот здесь мчатся всадники, вот очень круто, бегут, бегут, бегут. И здесь вот как бы размывается вот так, да, либо в пустыне, либо из большой скорости. И как агроба, да, вот это вот все нарисовано. И здесь вот круто, такой вид сверху они бегут. То есть показывается как бы масштаб, и ты вроде смотришь как бы прямо вот здесь вот на картинку. А тут как бы такой вид сверху получается. Ну, в общем, очень необычно. И нарисовано, конечно, очень шикарно. Может быть, картинка все это не передаст. Какие тут яркие цвета, 50 оттенков желтого, да, пустыни и так далее. И вот показывается, что поход, как идет армия. Долго там у них война шла. Здесь вот как раз костры и вот эта вот вереница этой идет армия. Как он воевал, как он устал. Про детей его показывается. Потом он вернулся там в основной город. В общем, очень интересно, как вот встречали. То есть еще когда читаешь, понимаешь, где-то экшен, ты читаешь как-то быстрее. Когда вот здесь во дворце какое-то у них идет общение. Вот они тут разговаривают, да, и так далее. Это как-то читаешь уже медленнее какие-то там диалоги. Про вот этого султана, который вообще завоевывал очень много земель. Как раз мечеть, которую он строил. Приказал своему вот здесь вот товарищу построить. Внизу есть, кстати, сноски. Здесь используются какие-то их слова сленговые, либо там военные термины. И как раз, чтобы было понятно, о чем говорят. И суть в том, что вот этот султан завоевывал много земель. От него там враги убегали. Он вошел в город, они город оставили. И он пошел в другой город, и другой город там оставили. В общем, от него там бегала другая армия. И свое он как бы не то что подрастерял. Люди ходили, как бы не воевали. Их надо там кормить время, еда и так далее. Он потом подустал от этих там десятилетних походов. Потом вот здесь рассказывают, что у него были там сыновья. Основья умерли. Одного там убили в самом начале книги. Не хочется, конечно, все спойлерить. Но здесь вот тоже очень круто. Он заходит в мечей. И здесь такой вот темный мрак нарисован. И очень круто вот здесь тут нарисован. Падает тень, например, падает свет. Вот они общаются. Он, например, стоит. И стража общается за его спиной. Тоже свет падает. То есть это вот очень прикольно. И сам султан так нарисован. Такие руки у него тонкие, жилистые. Ну, в общем, передается очень круто. И по поводу того, что... Как он отдавал приказы. Как он там грустил о сыновьях. Здесь вот единственное добавили вот это вот письмо. На русский язык тоже перевели вот то, что он пишет. И Мухиби. Это его там был псевдоним. Здесь тоже вот такая вот анимация. Грустные вот там темные мысли. Что рассказать? Вот, не знаю, у комиксов сложно делать какой-то обзор. Потому что вроде такая короткая история. Написать страниц. А я убил столько всего. И вот он пошел опять там войной. Начали там стрелять пушками и так далее. С французами, как он заключал там мир. Дальше опять пошло сражение. Он осаждал там крепость. Второй раз пошел воевать. И здесь как раз показывается и там про предательство. И то, что там за его спиной там делали. В общем, очень интересно. И в самом конце уже, когда они сражались. Здесь вот, например, предатель убивает. Вот так вот он типа офигел. И тут его там придушили. И в конце, в общем, когда пошла война. Уже там закончилась. Брали город. И он заболел. Сам этот султан Сулейман. И в конце они не стали говорить тем более армией янычарам. Вот их не солдаты, ну типа там Росгвардии. Что у них погиб полководец. Чтобы моральный дух не терять. И в конце вывезли этого султана Сулеймана. В повозке к нему не допускали там каких-то людей. Чтобы боевой дух не падал. И потом в конце, когда уже их сын приехал там навстречу. На полпути их встретил. Они сказали, что да, все, султан кирдык. И его сын стал править. Ну то есть такая как бы бесшовная передача получилась власти. Вот тут вот он как раз в карете выезжает. И показывается то, что тут пошла у них война. Осада. Что он уже там сидел на коне. И потом вот с этого коня уже упал. Потому что сильно заболел. Плохо себя чувствовал. Но надо было как бы боевой дух солдат поддерживать. Как раз он еще ввел там переговоры в это время. С другими странами. Был осведомлен о Франции, о Европе. И вот как раз здесь показывается вот сражение. Осада идет к крепости. И в конце как раз... Все. Вот. Здесь как раз вот его омывают, опускают. И вот приехал его сын. В общем, к телеге не допускают. Был там только силуэт. Вот здесь вот показывают, что вот они ехали. Был только силуэт. И в конце его помощники просто принимали какие-то письма, доносы и так далее. Ну и в общем вот. Оказывается, что в детстве там дети ехали. Да, как бы со стороны уже история. Как бы война типа закончилась. Он уезжает. И там дети бегают и так далее играются. В общем. Очень необычная книжка. И вот так вот узнать. Ну реально про историческую личность интересно. Вот. Я думаю стоит почитать. Потому что ну это реально был существующий человек. Очень крутые картинки. Не знаю на сколько он был в реальности. Не хотел бы его познакомиться. Но все-таки вот человек забывал большую империю. Держал потом как бы он понимал, что без него там не сможет она так много существовать. И вначале говорит, что он как бы знал там типа подвиги Александра Македонского. Но не хотел их там повторять. Как бы учился уже на чужих ошибках. Но и при этом показывает, что он опять потом пошел войной через 10 лет спустя на другие города. То есть тоже непонятная такая. Вот когда перевариваешь эту книжку, ну уж блин интересно. На самом деле один раз прочитал. И потом переварить наверное какое-то время. Все-таки оно в голове переваривается. Потому что я сейчас делаю обзор и думаю блин какая прикольная книжка. Всего там на 50 страниц. Ну такая вот тоненькая. Но оно того стоит. Вот один раз прочитать, посмотреть на эти картинки. Это круто. Вообще классно, что я делаю такие комиксы. Где биографии уложены там в короткий такой тайминг. И все это нарисовано, написано. И ты понимаешь в конце, когда уже читаешь дополнительную информацию. Сколько тут трудов заложено. На самом деле комикс он блин того стоит. Не знаю ценность превышает стоимость. Ну тем более что-то новое узнал. Я думаю вам тоже за 9 минут было полезно.